Добрый день подписчики и гости нашего канала сегодня я вам покажу как вязать вот такой ажурно рельефный узор графическая схема узора в описании к видео смотрите ставьте лайки пишите комментарии делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на наш канал приятного вам просмотра раппорт узора состоит из 7 петель я набрала 35 плюс 2 кромочные итого 37 кромочную снимаем как не провязывая и вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 1 изнаночную накид конец раппорта повторяем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 1 изнаночную накид и так чередуя вяжем до конца ряда второй ряд 2 ряд и все четные ряды мы будем провязывать по рисунку накиды будем провязывать лицевыми петлями третий ряд кромочную снимаем и провязываем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 изнаночные 1 2 изнаночные 1 2 накид конец раппорта повторяем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 изнаночные 1 2 накид конец раппорта у нас сейчас будет получаться больше петель чем у нас было изначально не смущайтесь а дальше мы будем их количество уменьшать и так чередуя вяжем до конца ряда 5 ряд при вязании 5 ряда нам понадобится вспомогательная спица мы будем делать перехват 3 на 3 с наклоном вправо только будем маленько интересно вязать сейчас я покажу как кромочную снимаем не провязывая и снимаем 3 первых лицевых на вспомогательную спицу и оставляем ее за работой теперь следующие 3 петли первую мы снимаем как лицевую не провязываем потом вторую и третью мы провязываем 2 вместе лицевой и теперь ту которую мы первую сняли не провязываем мы ее накидываем на петлю которую мы провязали 2 вместе тем самым мы сделали убавление и теперь провязываем 3 петли которые у нас были на вспомогательной спице у меня к сожалению нету маленькой специальной спицы такая штучка изогнутая которую хорошо применяется при таких работах поэтому у меня маленько неуклюже получается и провязываем 3 лицевых которые у нас были на вспомогательной спице теперь вяжем снова 3 лицевых 1 2 3 конец раппорта снова повторяем снимаем первых 3 петли и оставляем их за работой первую петлю мы снимаем как лицевую не провязывая потом провязываем 2 петли вместе лицевой и и снятую петлю накидываем на провязанную и ворачиваем 3 петли со вспомогательной спицы и провязываем лицевой 1 2 3 и и снова вяжем 3 лицевых 1 2 3 и так чередуя вяжем до конца ряда 7 ряд кромочную снимаем делаем 1 накид провязываем 1 изнаночную петлю и вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 6 конец раппорта повторяем накид изнаночная 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и так чередуя вяжем до конца ряда вяжем вяжем 9 ряд кромочную снимаем делаем 1 накид и провязываем 2 изнаночные 1 2 вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 конец раппорта повторяем накид 2 изнаночные 1 2 3 4 5 6 конец раппорта и так чередуя вяжем до конца ряда вяжем 11 ряд кромочную снимаем и провязываем 3 лицевые 1 2 3 и теперь нам надо снова сделать перехват только уже с наклоном влево мы опять на вспомогательную спицу снимаем 3 первых лицевых петли только оставляем ее их перед работой и точно также провязываем как вязали первый раз первую мы снимаем как лицевую не провязываем потом провязываем 2 вместе лицевой снятую петлю накидываем на провязанную и теперь провязываем 3 лицевые сейчас я их по-другому не перекидывая со вспомогательной на основную спицу я провяжу их просто прямо на вспомогательной спице 1 2 3 петельку вот у меня скользнула конец раппорта снова повторяем вяжем 3 лицевых 1 2 3 снова снимаем 3 петли на вспомогательную и следующие 3 петли первую снимаем не провязываем потом вторую третью 2 вместе провязываем лицевой и сняту петлю накидываем на провязанную и и теперь провязываем 3 лицевые со вспомогательной спицы 1 2 3 а вот сейчас фокус удался конец раппорта и так чередуя вяжем до конца ряда и так я провязала 12 ряд и еще надвязала 3 раппорта в итоге получился вот такой вот интересный узор он и ажурный у нас присутствуют дырочки и такой рельефный за счет перекидов он похож чем-то и на косы и не косы ну такой весьма интересный узор и